Как правильно переходить дорогу? Для чего нужны светоотражающие элементы? Как правильно вести себя на проезжей части? На эти и другие вопросы детям ответили сотрудники ГАИ. Инспекторы приехали на встречу с воспитанниками Центра дополнительного образования. В игровой форме юным участникам дорожного движения напомнили о правилах ПДД, значении важных дорожных знаков, сигналах светофора, об обязанностях и правах пешеходов. По данным Госавтоинспекции, за 7 месяцев на территории города Самара произошло 80 ДТП с участием несовершеннолетних. 82 пострадали, погибших нет. Такие встречи очень информативные и полезные, потому что все-таки наша задача сделать отдых детей не только интересным, увлекательным, запоминающимся, а в первую очередь безопасным, конечно же. Я считаю, что это очень полезно летом закреплять знания, полученные в течение года и повторять, чтобы дальше применять их на практике, чтобы не было этих происшествий. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы». На встречу особое внимание уделялось несовершеннолетним водителям велосипедов, самокатов, скейтов и других средств индивидуальной мобильности. Детям напомнили, что на таких средствах передвижения до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть. Сейчас эта тема очень актуальна, поэтому при беседе мы каждый раз затрагиваем тему вот этих вот средств индивидуальной мобильности, как правильно переходить проезжую часть, управляя данными транспортными средствами, что обязательно необходимо спешиваться. Сотрудники ГАИ напоминают родителям, что они ответственны за безопасность своих детей и их здоровья. Нужно регулярно проводить профилактические беседы для того, чтобы юные участники дорожного движения не попадали в ДТП.